Территория права 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 они лишались наследства и не имели уже никакого права на получение имущества. Также были определенные наказания, предусмотренные для тех, кто не осуществляет уход и не содержит родителей, например, там, избиение плетью, который приравнивался к сперты казни, если оно там очень усиленное. Далее были изменения уже при Петре Первом. Первые алиментные обязательства были установлены именно по содержанию детей, в том числе внебрачных, те, соответственно, которые, как их называли, там, неофициальные дети. Также сохранялись обязательства по содержанию родителей. И также были установлены наказания, даже, насколько я помню, там был арест, да, там, до трех месяцев, в случае, если родители уклонялись от этой обязанности. Спасибо. У нас есть звонок, продолжим сейчас обязательно. Послушаем вас. Здравствуйте. Слушаем ваш вопрос внимательно. Да, алло. У меня у зятя в колоке родители живут. Там у них трехкомнатные квартиры, где он участвовал в приватизации. Теперь родители его хотят подарить ему свою долю. Так. Ему что, ехать туда надо обязательно или нет? Спасибо. Смотрите. Сейчас, в настоящее время, если это срочная необходимость удостоверения этой сделки, он вправе выдать доверенность нотариальную, да, здесь обратиться к нотариусу, удостоверить доверенность. Нотариус ее в электронную форму переведет и направит уже по месту нахождения этой квартиры, то есть, получается, в Калужскую область. При этом доверенность должна быть выдана на представителя, который физически находится в этой Калужской области, чтобы он мог обратиться уже с родителями, да, зятя и удостоверить этот договор дарения. С 29 декабря 2020 года, кстати, вот очень важные изменения у нас вступают, которые дают возможность удостоверять сделки двумя и более нотариусами для лиц, которые находятся в разных регионах. То есть, здесь уже не обязательно выдавать доверенность, да, незнакомым людям, там, или малознакомым. Особенно это вот касается проблем при покупке, да, или продаже, потому что могут и продать, там, не за ту цену, за которую они ожидали, или там будет какая-то проблема с получением денежных средств. Соответственно, здесь уже есть возможность лицам, которые находятся в разных городах, каждый обращается к нотариусу. Нотариусы связываются по средствам видеоконференц-связи и определяют условия сделки. Каждый... А стороны сделки при этом присутствуют? Конечно, они присутствуют у нотариуса. То есть, у одного нотариуса, например, в Самаре присутствует одаряемый, а уже в Калуге будет присутствовать дарители. И, соответственно, данную сделку они подписывают каждый в присутствии своего нотариуса и плюс подписывают еще простой электронной подписью. Будут приобретены планшеты, на которых, соответственно, будет проставляться эта подпись. Они будут считывать степень нажатия. Образ этой подписи будет загружаться в единую информационную систему нотариата. Будет формироваться паспорт сделки. После чего каждый из нотариусов подписывает электронную подписью и один из нотариусов проставляет документы на государственную регистрацию. Таким образом, даже не нужно искать ни представителей, ни ехать уже ни в какой-то регион. Вы сказали, эти изменения только будут вступать в силу. Так когда же они вступят? 29 декабря 2020 года они вступают в силу. И уже с нового года, в принципе, вся нормативная база, которая предшествовала данным изменениям, она уже утверждена. И, соответственно, осталось только технически это обеспечить. То есть они сразу войдут в практику и буквально в скором времени уже их можно будет применять? Да, фактически с нового года уже, в принципе, как это делать, алгоритм понятен. Он в нормативных актах закреплен. Поэтому, пожалуйста, если это не настолько срочно, есть возможность подождать, можете обратиться и в январе. Ну, это просто нужно прийти к нотариусу, объяснить ситуацию. И нотариус уже, разумеется, сам подскажет, что вот есть такой способ и предложит им воспользоваться. Да. Соответственно, нотариус друг с другом свяжется и в Калужской области, и в Самарской, учитывая данный пример, и уже удостоверит этот договор дарения. Да, действительно, очень удобно. Итак, мы работаем в прямом эфире 202-11-22. Продолжайте, пожалуйста, звоните задавать нам вопросы свои, уважаемые телезрители. Ну, и мы их, конечно, ждем. Так вот, какие сейчас современные положения о алиментном соглашении? Да, часть эволюции, да, алиментное законодательство я немного затронула. В советский период, конечно, уже законодательство, оно стало более регламентированным. Появились уже четкие обязательства не только между родителями, да, и детьми по содержанию, но также и между супругами, между иными родственниками, которые уже впоследствии были закреплены и в Семейном кодексе Российской Федерации. В настоящее время в кодекс, который принят, да, с 1996 года, очень обширный субъект, субъектный состав лиц, которые обязаны, да, друг друга обеспечивать. Ну, чуть позже на этом остановимся. Да, хорошо. И примем звонок. Алло, здравствуйте. Мы вас приветствуем. Слушаем внимательно ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. А, я вот с мужем развилась 7 лет назад. Так. И про разводы мы договорились, что он будет платить алиментами без суда. Угу. Как бы сначала все исправно платил, потом все реже-реже, и в последний год вообще не оплачивает. Так. Вот, я хочу взыскать все с него. Знаю, что он работает, но неофициально. Это вообще как бы возможно или нет? Спасибо большое. Вопрос очень актуальный по теме нашей программы. Анна Павлина Сергеевна, вот как найти? Здесь вот несколько, да, подвопросов. Во-первых, нужно четко понимать, что, хотя исковая давность, да, она не распространяется на алиментные обязательства, то есть даже если, там, ребенок родился 10 лет назад, трехлетний срок не распространяется, соответственно, родитель, который шляет воспитание, да, стяжание ребенка, он вправе обратиться в любое время до достижения 18 лет. И взыскать за весь этот период? Нет, вот здесь как раз есть оговорка. Алименты взыскиваются с момента обращения в суд. Есть единственное исключение. Если же у вас есть какие-то документы, подтверждающие о том, что вы уведомляли, да, бывшего супруга о необходимости уплаты алиментов, это может быть переписка, письменное какое-то, да, сообщение, либо в том числе электронная перебиска, которую можно также заверить у нотариуса, да, обеспечить как доказательство. Доказательство на базу, да. Да, если были какие-то, ну, уже попытки обращения, да, взыскания на алименты, в этом случае можно взыскать за трехлетний период, с момента подачи заявлений. Так как у вас, я так понимаю, вот проблемы начались уже год назад. Сказала год, да. Соответственно, вы можете взыскать, соответственно, за вот этот вот год и, ну, в принципе, за три года с момента данного обращения. Если у вас есть документы, подтверждающие, что переписка об обязанности выплачивать алименты, она была... Ну, то есть, грубо говоря, сообщение, да, заплатишь ли ты, когда, ну, алименты... Обычная переписка в социальных сетях, в сообщениях, в электронных письмах, она имеет значение для суда, чтобы установить этот факт. То есть, здесь только один вариант – идти в суд? Ну, если, соответственно, они не готовы заключить соглашение об уплате алиментов сейчас, да, у нотариуса, и тем самым, как бы, там, договориться о том, что он обязан выплачивать за предыдущий период, тогда только судебный порядок. Скажите, пожалуйста, вот в таких спорных случаях, когда между супругами нет согласия, вот именно это соглашение нельзя составить, ну, скажем, в одностороннем порядке? Здесь присутствие двух сторон обязательно, правильно, Алина? Конечно, если есть любой спор, уже понятно, что никакого, да, достигнуть соглашения сторонам невозможно, поэтому, соответственно, истец, это, в данном случае, будет мать ребенка, она обращается с иском к отцу о взыскании этих денежных средств. Явится ответчик, уже не явится, здесь уже, как бы, роли не будет играть, суд вынесет решение, даже если ответчик не будет являться на судебное заседание, уклоняться. Можете ли вы посоветовать, когда, вот, ну, наступает такой период, люди разводятся, пойти и сразу заключить алиментное соглашение, что это будет давать супругам? Ну, конечно, это самый главный, да, приоритет, определить, кто как будет воспитывать детей, определить порядок, да, место жительства ребенка и определить, соответственно, кто будет нести расходы по содержанию. Очень многие пары при расторжении брака, они, как бы, надеются на честное слово друг друга, часто, там, супруги не идут заключать соглашение о плате алиментов, отмечут, что это обязательная нотариальная форма, если даже супруги составляют какое-то соглашение в письменной форме, не являясь к нотариусу. Ну, про списка, да, как пример. Да, данная сделка, она будет ничтожна, потому что подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Соответственно, здесь вариант один – обратиться к нотариусу. Если же все-таки существует какая-то устная договоренность, да, и стороны, да, полагаются на добросовестность друг друга, но впоследствии одна из сторон уже уклоняется от своих обязанностей, здесь только, возможно, в судебном порядке, взыскании. При этом, вот, очень, там, нередко, да, в этой ситуации незащищенными остаются именно супруги, которые, отцы детей, которые добросовестно уплачивают алименты, например, там, передача наличных денежных средств, нигде не учтенных, да, нигде не учтенных. Соответственно, супруга впоследствии может предъявить за эти три года, потому что у отца ребенка не будет никаких доказательств о том, что он фактически-то эти алименты уплачивал. И бывают в суде споры, когда супруг не может подтвердить. Единственное, даже бывают такие ситуации, когда, ну, как бы осуществляются какие-то безналичные переводы, но без назначения платежа. И суд уже тоже неоднозначно может воспринять, да, эти денежные суммы, потому что неизвестно, какие средства они передавались. Вот. И там, может быть, на какие-то непредвиденные расходы на сдержание ребенка. Поэтому очень важно именно юридически закрепить эти обязанности. Полина Сергеевна, ну, а вот бывают такие ситуации, когда заключается алиментное соглашение, а вот, кстати, в нем прописывается конкретная сумма, сколько будет уплачивать супруг в сумме, в денежном эквиваленте размера алиментов. Ну, конечно. Вообще есть разный способ уплаты алиментов. Это может быть твердая денежная сумма, это может быть сумма в долях от заработка определенного, это может быть даже передача имущества и в пользование, и в собственность. То есть здесь вариативность в зависимости от того, как родители договорятся. При этом, возможно, и даже смешанный способ. Например, супруги договариваются о том, что счет уплаты алиментов переходит в собственность несовершеннолетнего квартиры, но так как там квартира, например, стоит 3 миллиона, а ребенку там всего лишь год, они договариваются, что отец будет выплачивать еще определенную сумму. Я недаром спросила, прописывается ли конкретная сумма, ну вот можно представить ситуацию, когда вот платил человек алименты, хороший платил, да, и вдруг теряет работу, нет средств, то вот этот момент может быть как-то урегулирован, ну я не знаю, форс-мажором его назвать, или вот такие ситуации прописываются? Да, и прямо в Семейном кодексе закреплено, что в случае, если материальное положение плательщика алиментов, оно ухудшается, соответственно, алименты подлежат уменьшению. Это можно и прямо предусмотреть в положении, в соглашении, да, либо если стороны это заранее не предусмотрели, или когда не смогли договориться, уже плательщик алиментов обращается в суд, и, соответственно, уменьшает размер алиментов в судебном порядке. Одним из оснований уменьшения может являться рождение других детей, потому что минимальный, да, фиксированный размер, он зависит от количества детей, которые есть у плательщика алимента, и, в принципе, иных лиц, которые находятся на его иждивении, потому что ими могут быть и родители, и там братья, там сестры, в случае, если нет возможности родителям их содержать. Поэтому, да, конечно, это как иной документ, который имеет длительный срок действия, он подлежит изменению в зависимости от обстоятельства. Спасибо. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире и ждем ваших звонков, уважаемые телезрители. По телефону в студии 202-11-22. Но если вдруг линия занята, дозванивайтесь. Ваш вопрос обязательно попадет к нам в эфир. Отвечает сегодня на ваши вопросы консультант Нотариальной палаты Самарской области Полина Сергеевна Власова. Также периодически на ваших экранах появляется телефонный сайт Нотариальной палаты Самарской области, где также вы найдете ответы на, возможно, и свои вопросы. Ну, а вы сейчас можете дозвониться к нам в эфир и задать вопрос свой. Я напоминаю, что можно задавать вопросы и по наследству, и по завещанию, и по брачному договору. Поэтому звоните, мы ждем вопросов ваших. Полина Сергеевна, вот когда соглашение между супругами достигнуто, каков их следующий шаг? Им необходимо обратиться к нотариусу, чтобы закрепить юридически все их договоренности. При этом, если это алименты на детей, нотариусу необходимо проверить минимальный размер алиментов, который установлен законом. То есть он не может быть менее 1,4, если у плательщика 1 ребенок, не менее 1,3, если 2 ребенка, и не менее половины заработка, если 3 и более ребенка. Соответственно, чтобы данное условие проверить, нотариусу помимо документов, подтверждающих родство с детьми, документов, удостоверяющих личность, также необходим документ, подтверждающий заработок. Им может быть либо справка, если он является индивидуальным предпринимателем, то из налогового органа, подтверждающая сдачу декларации о доходах, либо справка из фонда социального страхования, в котором указывается отчисление, и, соответственно, можно проследить размер заработной платы, либо справка от работодателя, если он официально трудоустроенный в данный момент работает, из которой можно будет понять, какой сейчас доход, чтобы ребенка интереса не ущемить и не назначить размер, который ему менее, чем причитается по закону. Спасибо. Ответим на вопрос от телезрителей. Здравствуйте, вы в прямом эфире программы «Территория права». Слушаем вас. Здравствуйте. Хотел бы задать вопрос следующий. Пожалуйста. У моего мужа пожилой отец, который, соответственно, нетрудоспособный и не работает. Он требует, чтобы его сын содержал его и оказывал ему материальную помощь. Ну, ввиду того, что все-таки он не участвовал в жизни своего сына, не помогал ему нематериально никаким образом, естественно, желания такого у нас нет. Но он грозится, что он обратится в суд и потребует, наверное, алиментов на свое сбежание. Хотел бы вы пояснили этот вопрос. Спасибо вам большое. Он не лишен родительских прав? Не был, да, лишен родительских прав? Нет. То есть права сохранены? Я поняла вопрос. То есть родители были в разводе, это имеет значение? Нет, если он не участвовал в жизни? Имеет значение следующее обстоятельство, так как помимо, у нас очень распространенная информация о том, что лица, на которых выплачиваются алименты, это, как правило, несовершеннолетние дети. Но есть и очень много других субъектов, которые имеют право на получение таких алиментов. Например, как раз вот данный случай, это нетрудоспособный родитель, нуждающийся в помощи. Когда, если он все-таки обратится в суд, соответственно, суд будет устанавливать два момента. Во-первых, является данный родитель нетрудоспособным, то есть, соответственно, он либо должен иметь инвалидность, либо должен достигнуть пенсионного возраста. Соответственно, если такие обстоятельства есть, суд уже переходит к исследованию следующего момента. Это то, что родитель должен находиться в нуждающемся положении. То есть если он получает, как было сказано, достаточно хорошую пенсию, не знаю, конечно, насколько она достаточная, то суд и может не присудить обязанность уплачивать алименты этому трудоспособному ребенку. Если же все-таки размер пенсии и размер расходов, которые он предоставляет, например, он говорит о том, что я болен, мне нужны такие-то расходы ежемесячно на лекарства, такие-то на содержание квартиры. То есть это все должно быть подтверждено документально? Конечно. Это должно быть подтверждено медицинскими заключениями, квитанциями об оплате коммунальных услуг, если ему не хватает на оплату этих коммунальных услуг. И уже суд будет исходить с его расходов, доходов этой пенсии. Также, если у него есть какое-то иное имущество, например, квартиры он сдает и получает дополнительный доход, плату за арендную плату за эти помещения, также все будет учитываться. Поэтому, если у вас есть какая-то информация о его ином источнике доходов, вам нужно о ней заявить. Также, если суд докажет о том, что родитель не участвовал в жизни ребенка, никак материально не помогал, не содержал, суд тоже тогда может освободить уже трудоспособного ребенка, то есть лица обязаны уплачивать алименты от такой уплаты. Но здесь очень сложно доказать это, потому что фактически время, я так понимаю, уже очень много прошло с момента достижения совершеннолетия. Он родительских прав не лишен, поэтому здесь уже нужно будет какие-то доказательные базы в этом случае проработать. Например, свидетельские показания предоставить. Судебный процесс, он не односторонний. Здесь же, если вдруг он случится, я имею в виду судебный процесс, привлекаются же две стороны, как ответчик, так и исполнитель. Поэтому здесь же молодого человека, жена, которая дозвонилась, его же тоже будут спрашивать. Он же ведь тоже свои весомые доказательства в пользу того, что отец никак не участвовал. Слов одних ответчика, да, и отца здесь недостаточно, поэтому нужно использовать какие-то иные доказательства. Свидетельские, да, показания. Да, здесь вот, как правило, да, используют свидетельские показания, которые подтверждают, что там, например, той же матери, да, которая будет говорить о том, что я только вас удержала, вот запросить там сведения о работе отца, он нигде никогда официально не работал, а я работала. И, в общем, вот эти все обстоятельства, они подлежат исследованию судом. Это все-таки сложнее доказать, если люди были в браке и совместно воспитывали ребенка. Да, это достаточно сложно. Спасибо вам большое за ответ. Я думаю, что он был более чем исчерпывающий. И также мы продолжаем работу в прямом эфире. Дозванивайтесь к нам, 202.11.22. Время в программе у нас еще есть. Полина Сергеевна, мы остановились с вами на подготовке документов к алиментному соглашению. Скажите, пожалуйста, кто этим занимается, нотариус, либо заявители должны принести все документы? Ну, заявителям нужно предоставить только документы, подтверждающие доход, да, если это касается алиментов на уплату несовершеннолетних детей. И, соответственно, нотариус уже сам готовит проект договора, его удостоверяет и выдает участникам сделки. Вот важная особенность одна соглашения по плате алиментов, то, что оно имеет силу исполнительного листа. То есть, если плательщик алиментов уклоняется от уплаты, нет уже обязанности обращаться в суд, представлять какие-либо доказательства этой неуплаты, уже лицо, которое получает алиментов, он обращается к приставам, либо в организацию, где работает плательщик алиментов, либо в банк, в котором у него открыт счет, на который можно обратить взыскание. И на основании только одного соглашения, без каких-либо судебных процедур, без минуя судебных приставов, если есть возможность представить в банк или в организацию, где работает, уже осуществляется взыскание. Только по одному документу удостоверенному нотариусу. То есть приставы также могут арестовать карты, считая, если вдруг человек не платит алименты. А вот сколько, если он не платит алименты? Месяц, два, полгода. Я имею в виду, что к приставам соглашения можно обратиться через какой период времени? Существует? Нет, никаких сроков не существует. Соответственно, если он не уплачивает уже месяц, уже спустя месяц есть основания обратиться за взысканием. Но на такие маленькие сроки не обращают взыскание, потому что в следующем месяце он опять не оплатит, опять нужно обращаться. Поэтому все-таки небольшую задолженность копит, чтобы можно было один раз обратиться, а не каждый месяц ходить и просить взыскать определенную сумму. И вот, кстати, в отношении негативных последствий неуплаты алиментов, помимо того, что установлена просрочка, то есть неустойка за неуплату, она предусмотрена напрямую в Семейном кодексе. То есть если стороны с соглашением сами не определили, какие санкции будут у сторон, если они не платят алименты, то в Семейном кодексе предусмотрено, что за каждый день просрочки оплачивается 0,01% на сумму долга. И не так давно, с 2015 года, было введено еще одно ограничение для оплатеющих алиментов. Оно предусмотрено в законе об исполнительном производстве. Оно касается ограничения права пользования транспортным средством. То есть это не арест имущества, не арест машины, а именно арест специального права. И, например, в случае, если такого плательщика алиментов остановят, либо органы ГАИ... То есть есть какая-то специальная база, да? Да, ну это обычная база ГИБДД, которая ведет. Соответственно, если будет какое-то дорожно-транспортное происшествие, либо просто проверка документов именно по базе, не только по наличию документов, а именно уже по неоплаченным штрафам и иным ограничениям, уже тогда могут быть серьезные проблемы у таких неплательщиков. Во-первых, там идет уже административное наказание за то, что нарушен этот запрет. И там указаны обязательные работы до 50 часов. Либо лишение прав на срок до одного года. Соответственно, если уже ты лишен прав, да, то есть уже более серьезное наказание, там уже наказание усиливается. Поэтому нужно быть внимательным к этому вопросу. То есть это вы сказали ограничение, если соглашение составлено, правильно я вас понимаю? Нет, оно может быть... Или оно может распространиться на всех неплательщиков алиментов. То есть если есть у неплательщика задолженность, будь она установлена в судебном порядке, либо будь она установлена соглашением, уже у получателя алиментов есть возможность обратиться к приставам и данное ограничение наложить. Ввести. Полина Сергеевна, скажите, пожалуйста, сколько стоит составить соглашение у нотариуса? Тариф составляет 3200 рублей. И, соответственно, он фиксированный. Вне зависимости, кто является плательщиками алиментов, соответственно, на какой срок заключено это соглашение, стоимость, оно фиксировано. То есть это стоимость с обоих супругов или с каждого? Стоимость единая, и она уже разделяется в зависимости от того, как стороны... Скажите, пожалуйста, какую еще юридическую силу имеет этот документ? Ну, помимо того, что он является документом, который обязывает лица исполнять возложенные обязанности по уплате алиментов, он, как я уже говорила, он имеет силу исполнительного листа. И также этот документ, как любое нотариальное соглашение, его можно изменить также у нотариуса, в зависимости от положения сторон, либо, в принципе, расторгнуть. Например, если стороны уже обрели, определенную финансовую самостоятельность, и нет необходимости больше такие алименты уплачивать. То есть, как расторгнуть это соглашение? Это также две стороны должны прийти к нотариусу и, соответственно, изъявить это желание обоюдно вдвоем. Либо одна сторона приходит и расторгает. Если это расторжение у нотариуса, то, конечно, должны присутствовать обе стороны. Если это расторжение соглашения в одностороннем порядке, поскольку изменились там существенные обстоятельства, или, например, плательщик алиментов стал недвижеспособным и не имеет возможности больше в принципе осуществлять эти выплаты, то тогда обращается в суд и расторгает в одностороннем порядке. То есть это может расторгнуть как супруга, так и супруг? Да. Ну, в основном, наверное, обращаются плательщики алиментов? Ну, конечно. Да. Ну, программа наша заканчивается. Давайте подведем небольшой итог, что нужно помнить и знать, если вы решили составить соглашение об уплате алиментов. Я бы хотела остановиться, именно еще раз коротко осветить, кто имеет право на получение алиментов. Помимо детей, имеет также недвижеспособленную нуждающую помощь родители, супруги, которые находятся в браке и нуждаются в помощи, и в случае расторжения брака имеет право на получение бывший супруг, супруга в период беременности и в течение трех лет, и также супруги, которые нуждаются, например, и стали пенсионерами в течение пяти лет, да, после расторжения брака. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Следите за нашими анонсами. И обязательно встретимся в программе «Территория права». Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...